Итак, всем привет, с вами Дубгай, продолжаем играть в Pax Britannica за Германию, и у нас началась Вторая мировая, можно сказать, и ситуация любопытная, как минимум, мы полностью в окружении врагов, здесь еще не хватает врагов, господи, не дай бог там еще кто-то нападет, в Вягославию мы разбили, а в Венгрии вроде как, ну, в плохом состоянии, надеюсь там ничего не будет, в теории мы бы, вообще давайте вот так вот, я еще резервы некоторые буду обучать на всякий случай, хотя бы какие-то, и мы копим палитку сейчас на то, чтобы себе призыв расширить, потому что монт павер заканчивается, он в один момент закончится, надо поднимать, если говоря по-умному, нормально сделано, что 150 за каждый левел, так и должно быть все, вот расширенный призыв, даст нам в два раза больше, нам он очень нужен, у нас нету дебафов, у нас поддержка военная максимальная, поэтому нам защищаться прям шикарно, пускай они нас атакуют сколько хотят, у нас есть как раз таки эти вот уникальные автоматовые триподы, и поэтому у нас броня в наших охотных дивизиях, и благодаря этому у нас просто, ну, очень хорошие дивизии, честно говоря, получаются, поэтому мы можем удерживать их урон очень солидно, здесь есть, конечно, дивизии некоторые, которые нас пробивают, если посмотреть здесь, то их больше намного, хотя вот здесь нет, скорее, а, скорее всего, ребята, здесь просто их мало, их здесь просто, скорее всего, еще не хватает, да, видите, здесь защита, поэтому несколько раз больше, ну, на соточку, не несколько, там они просто еще не поступили, поэтому логично, у нас все-таки недостаток еще 5000, так что производимся, ну что ж, поехали, война предстоит жаркая. Я думаю, наши радары, кстати говоря, очень неплохо решают, потому что у нас обнаружение 79, у них 37, без этого мы можем забивать больше, здесь, я думаю, примерно такая же ситуация с этим, мы неплохо так наносим урон. Так, там все приходят, дешифровали мы еще одну страну, давайте-ка дешифруем, кстати говоря, снова французов, и, да, политку мы копим, я там подумал, что есть шпион, но нет, политку мы копим. Главное, чтобы Нидерланды держались, господи, не хватает. Собрание Британии, договор о создании Лиги Наций. Да, да, новой Великой Войны. Здесь что-то интересное, здесь особо ничего интересного нету, ну, окей, конвои русские топим, это прекрасно для нас, а мы здесь исследовали истребители новые, пора уже их в бой отправлять, потому что нам, честно говоря, их не хватает. Мы очень отстаем по воздуху, и хотя мы все равно больше сбиваем, потому что здесь еще и британские, и дешифровка работает, и обнаружение, все равно надо бы побольше инвестировать, и, в частности, нужно прям намного больше их построить, я считаю. Вот. Восток мы держим, хоть и, кстати говоря, с переменными успехами, я бы сказал, но держим. На самом деле, очень опасная ситуация, и еще чуть-чуть не туда, и как бы, ну, будут проблемы. Воздушный так плюс 15 у нас появилось, это очень сильно, нам бы вот сюда побыстрее. Давайте-ка вот эти бонусы тоже возьмем, там еще будет на доктрина бонус. И докачаем мы эволюцию, и с этой новой эволюцией можно будет качать уже доктрины нормально. Можно еще вот эту штуку взять. У нас здесь уже перки раскачиваются, давайте мастера снабжения берем. Здесь у нас есть мастера пехоты, берем. Импровизация, наверное, пока рано. Ну да, остальные все стоят. Можете видеть, качаются они солидно. И очень помогают в этом полевой госпитале, в том, чтобы вот эту раскачку не терять. Ну, здесь мы пытаемся что-то отбить обратно, но, видите, тоже, опять-таки, успех очень переменный. Но получается, получается кое-где. Надо просто аккуратно все это делать. Типа вот, локально где-то получается контратаковать более-менее успешно. Но в среднем сложно, сложно, конечно. Ну, вот мы вообще одну дивизию только что потеряли. Это неприятно, несомненно. Так, Манчестерская конференция, я не знаю, что это такое. Видимо, разобретение нового мира. Так, расширенный призыв ставим, конечно же. И если нам что еще поставить такого прям полезного? Штраф при вылетах ночью минус 30. Да. Хочу. Флот есть, что-то решающее сражение. Но у нас, на самом деле, сражения особо нету. Так что, ладно. Ну, а что-то еще полезнее. Военная экономика нам, слушайте, не сильно полезна. У нас минус 7 ТНП. Нам, кстати говоря, надо военные заводы, если именно строить. А не тратить ТНП в никуда. Так что давайте вот так. И что? Купим опыт на доктрины, я считаю. Да? Так, здесь немножко полегче стало по воздуху. Давайте часть истребителей все-таки перебросим вот сюда. Я хотел бы, чтобы получше воздух завоевать. Нам все-таки не хватает здесь этого. Здесь есть все-таки истребители, я так понимаю, Британии и союзников. Это приятно, кстати говоря, когда у тебя есть союзники, которые полезны чем-то. Представляете, такое иногда бывает, когда играешь за Германию. Вот, тем не менее. Нам очень важно не потерять артар, кстати говоря. Вот этот. Кроме здесь строим. Потому что он нам дает очень много в воздухе. Все это провинции надо держать прям до последнего, я считаю. Это точнее стоит. И тихий тоже. Надо подумать, что нам подкачивать. Ну, наверное, просто вот эти исследования. Вообще, можем нашим флотом сделать вот так даже, я считаю. Почему бы нет? В целом, сколько это дает? 25% всегда вот в этих пробках. Тоже бонус, тоже бонус. И мы держимся хорошо. На самом деле. Да, мы потихоньку подходим, но они потеряли 800 тысяч. Мы потеряли 60 против России. И если посмотреть вот так. Давайте даже сделаем. Вот так, чтобы прям точно выделить их. То 108 тысяч мы здесь потеряли. Но по снаряжению... Господи, 120. Как же они много теряют здесь всего. У них, кстати говоря, много очень бронетехники тоже. Так что ПТО было не ошибкой. Но теряют они просто какие-то огромное количество ресурсов. А что по людским? Ну, там людских, конечно, безумно много. Как бы удачи это все перебить. Плюс у них еще бонус к атаке есть против нас. Ну, слушайте. Надо, чтобы Нидерланды держались. Тогда все будет отлично. Потому что такой большой фронт мы с ними уже, наверное, не выдержим. И можно добавить сюда еще дополнительные дивизии. Пожалуй, в резервы. Только так, чтобы у нас еще снаряжение в запасах было. Чтобы оно распределилось по фронту. Ну, нормально в целом. Держимся. Не забываем закупаться. Господи, какая же эта мясорубка, честно говоря. Но в портовой провинции, я считаю, нам нужно иметь всегда бой. Потому что для нас это выгодно очень. Мы здесь поддерживаемся с моря по-русскому. А поэтому здесь всегда надо боевать. Вот это не очень сильно выгодно. И нам обязательно нужно держать вот эту провинцию с радаром. Это, так понимаю, вот этот холмик. Обязательно его надо удерживать. И мы даже давайте... Оп, вернем сейчас провинцию, да? Шикарно. И давайте немножко это... Чтобы все понимали, где им что дефать. Слушайте, ну атаки становятся беспорядочными. Все больше и больше. Там качается боеспособность у дивизии. Очень солидно мы их здесь истощили. Очень. Да, у нас минуса сейчас по всему. Давайте вот так вот сделаем, чтобы вот это восполнилось тоже. Я бы даже сказал вот так, наверное. И вот так, наверное. Да. Ну, нормально. Живем. У нас топливо немножко закончилось. Надо... Несмотря на то, что мы столько построили. Надо немножко подимпортировать. Пожалуй, давайте начнем с Румынии. Закончим, не знаю, Мексикой. Нормально. Живем. Мы достигли одной политки в день. Ура! И нам нужен военный теоретик. Давайте-ка вот так. И мы реформировались, я так полагаю. Да. Пять стоимость доктрины. Берем. Пять стоимость доктрины. Берем. Пять стоимость доктрины. Берем. Пять стоимость доктрины. Возьмем. сейчас наши девизы стали еще мощнее удачи русские потому чтобы пробиться господи как же как же они просто на пушки наматываются как же потери просто колоссально растут это просто нечто россия просто в своей просто адской агрессии адском желании реваншизма бесконечно продолжает атаковать французские советники у них еще кстати но я не думаю что они помогут вот что советуют и французские советники искать агенты запада они еще и нажимают вынужденные атаки господи это просто ну мясорубка я бы не хотел оказаться на восточном фронте верно не с одной из сторон потому что в западе здесь они не спят на востоке они не спят то что они не доживают до следующего дня можно также немножко доктрина вот это подкачать насколько у нас здесь есть опыта собственно говоря записать 5 мы обращаем очень приятно давайте что мы хотим что я еще хочу что мы все качнусь не дайду и вот это до этого сразу же но ладно спе терпимо из но доктрина тоже докачиваем потихоньку испанец и говоря тоже идут серьезные бои британия с португалией очень жестко пропушивают испанию а к этому все сделали давайте в нефть выйдем обязательно закончу вот эти все штуки это докачаем себе резину нефть с наших домиков ладно мы пошли в очень долгую игру и слушайте она окупилась я очень боялся что нас пропушат потому что шансы ну просто были невероятные но нет нет мы смогли германия устояла на дате еще чуть-чуть времени мы сможем нанести ответный удар но и возьмем все-таки правило левую доктрину потому что бронетехники здесь хватает а дивизия становится мне кажется меньше только потому что не сражаются до того момента когда способность достигнет нуля нужно скоро выйдем к еще одному нашему бафу вот этому вот придется оборону скорость восстановления и мы станем сильно неуязвимыми у нас еще появляются потихоньку возможности на еще одну армию и мы к этому идем далее нужна одна дивизия вот сюда еще пожалуй 10 на юг давайте все их закажем мы сидим все равно в обороне поэтому теряем мало я думаю будет нормально и периодически экономите ходит я не уверен такое ощущение что в них ходят дивизии но мы никогда до конца не знаем три миллиона потерь наши потери по моему уже не меняются практически либо вообще британия очень много потеряла но основе участие именно у нас потому что мы наносим огромный урон и наносим огромный урон в авиации еще это об этом тоже понимать здесь мы уже практически выиграли всю эту войну воздухе так что да и здесь в принципе тоже у россии еще и проблемы с качеством самолетов оказывается они вторых техов еще и не достигли мы достигли вторыми по сравнению с францией допустим да но они еще дальше так ну и вот наша армия готовится вы в принципе уже если что сможем защититься и в нидерландском направлении так что да мы готовы мы очень готовы я бы сказал хоть сейчас нас там атакует мы готовы алиска у нас тоже начнет копиться собственно говоря положение везде улучшается и мы еще вот этот дух человек уберем супер я все взял вот этот вот эту группу на бронетехнику но к сожалению это будет использована только уже при следующем реподе то есть том которому вряд ли исследуем примере в реальных так сказать границах всех призываем ребята и отсиживаемся вопрос только если там в колониях хоть что-то что будет воевать акту нет может ресурс какие-то там покупались ну и до нас не прекращают атаковать я не против я накачиваю очень сильно опыт на всех этих боях собственно говоря пока мы усилимся усилимся мы намного лучше и намного быстрее чем кто-либо нас там много больше фабрик хотя слушайте не больше чем у франции но военных заводов так у нас точно больше и бафов у нас тоже много и вот и все никогда больше не будет парижа это мы подготовили если у нас что-то еще что надо нам взять прямо сейчас наверное прямо сейчас нет дать права на сервис провинции на все ресурсы провинции в западном техасе данном это надо нефть пожалуй из мексики я бы взял там судя по всему я сейчас импортирую походу я возьму вот 300 нефти да это нам надо возьмем 300 нефти из мексики можно больше не импортировать забудем про проблемы с нефтью и вот наше производство триподов достигло того уровня когда нам в принципе ну прям очень очень хватает их мы делаем сейчас по 30 в день просто безумное число нам предлагают расстояние я бы уже отказался всего нам на самом деле можно даже будет поменять в один момент вот так наверно сейчас конечно но в целом да когда мы накопим еще он 8000 мы сходом еще 100000 этого людей отлично как нам больше не нужно верно а три поды а вам самолет нам не нужны уже и британии высадилась в италии тоже я считаю что это для нас так что надо двигаться только пожалуй знаете что мы сделаем дипломе здесь дивизии уже давайте-ка вы сюда одна дивизия вот сюда у нас что по транспорту хватает давайте вот так отлично все становятся на свои позиции одна дивизия вот это пойдет вот сюда и у нас что у нас тряс здесь 10 здесь а до не хватает как будто то давайте тогда вот так ска готовится допланируют они все и сейчас будем переходить наступление на востоке пожалуй можно вот эти и саморезики перебрасывать сюда давайте вот таким вот образом пожалуй только вот сюда наверное и даже наверное пока что вот так все таки истребители все тоже нам нужны дополнительное чтобы было присутствие в воздухе баф можем я думаю перейти наступление вот здесь точно и давайте им там поможем вот таким вот образом здесь я думаю можно уже перестать и в воздухе воевать лично и да теперь давайте здесь подумаем целом и готовы можно даже наверно что еще дипломе сюда так и есть давайте-ка это все сюда и даже вот сюда наверное так вот так что то здесь можно качнуть не особо начинаем вы думали что вы сможете только атаковать и они очень долго только атаковали но пришло время защищаться и у вас уже не осталось на это ресурсов ребята и мы будем идти отсюда прямо до франции потому что почему бы блин и нет у нас есть на это все силы поехали русская польша дешифрована давайте сразу ее и нажмем просто наверное мы уже не успеем дешифровать со польская нажимаем просто проносимся по ним это вам не нужно это чуть выберем попозже просто проносимся 4 миллиона потерь просто россия потеряла свое взрослое население в этой войне по ощущениям сапольская капитулировала прекрасно давайте-ка вы чуть поменяем вам приказы потому что вы немножко странно двигаетесь сейчас в целом ожидаемо и вы вот сюда вы пожалуй вот сюда поехали из некоторого окружения кажется сейчас российские войска что осталось по ощущениям там осталось просто минимум дивизии потому что они все были потеряны плюс-минус и нужно вот это все доделать и там щиток нажимают но удачи вам с этим говорится не даем никому отступить отсюда и здесь тоже добиваем окружение прекрасная супер мы вернули себе немецкие земли здесь и захватили наши польские земли теперь пора захватывать россию и навязывать ей какую-нибудь перемирие какого нибудь брестя там литве да так сказать без литовская и просто мы проносим их безумным темпом и почему здесь нельзя то же самое я так подумал да эти самолеты нам здесь я не думаю что особо нужны честно говоря потому что в россии просто осталось уже сил сопротивляться вот а это мы отправим сюда да вполне себе вот так плюс у нас здесь есть штурмовики еще давайте в их не придут сюда и часть пойдет вот сюда пожалуй по позициям здесь сопротивление будет нормально такое нам бы кстати говоря с одной артиллерии нажать но они не выдерживают французы посыпались вслед за россиянами я считаю что это победа акинам или замериться с королевством корсика то очень странно допустим тем более что я выключал мир здесь начале игры вас спрашивают вы хотите мир и скриптовые я сказал ну да типа но и раз если скриптовые мир это есть какая-то идея в них но мне сейчас почему-то дали замериться с корсикой при этом не дали вар скоро странная ситуация я бы сказал ну да здесь просто видите уже даже не то дивизий на то чтобы фронт покрыть все они просто но закончились что я могу еще сказать слушайте что с вообще по потерям те время 144000 на самом деле очень немного у нас сейчас регулярная армия что 225 миллиона очень много там ли а то прям неожиданно так чтобы было я не думаю что это затянется ну да то не затянется тем более вот таким вот образом я думаю мы сейчас все падение парижа произошло я спроски половину что это что-то неинтересное но это было интересно ладно добавляем авиации почему бы нет но даже надо покупать уже резину представляете у нас производство какое и россия тоже потихоньку у нас сейчас закрашивается давайте только не забывать это все добить это можно переместить пожалуй вот сюда потому что если одно здесь не пройдет туда сюда тем более не дойдет логично я думаю да я думаю тут уже капитализация вот должна была произойти французская да да так и есть мы даже их не взламывали но допустим уже сейчас ломаем так и быть и вот так собственно говоря германия вновь показывает что она остается самой передовой вопрос только так русско-балтийское губернаторство да россия тоже красится просто безумно быстро 5 миллионов потерь уже практически там конечно до цифры безумно большие я бы сказал а вот это все говорят можно подстроить и вот так еще сделаем их тоже ли пайки кончились нет показалось а вот грузовики до экипская так и остается грузовики можно и подстроить вот так сделаем и окей на сутки таки много у нас на решение это наверное господи это наверное гарнизона начали гореть надо больше до производить процентов ура что еще могу сказать франция сдалась это действительно ура эта армия может у нас начилиться как-то вот так наверное так пока что они без всяких вещей до давних уксов даже нету окей эта армия тоже зачилиться пускай циски договор конце войны так вопрос это только нет это не то не договор от не наш я вижу это договор видимо там вот была на юге страна там гражданка была у них видимо это второй стороны все еще дебафы висят давайте вот эти у нас войска здесь пускай чилят они смотрите-ка в наш этот французская оккупационная администрация да они нам проход дают они с нами теперь воюют пускай где-нибудь здесь они раскидают раскиданы будут так так допустим ну и вот так ну и тут уже докрасить россии остается вопрос только на этом все заканчивается в этом моде или нет так а что мы должны следовать допустим вот это у нас просто смотрите что есть здесь победа в европе и здесь еще различные вещи собственно говоря так что что-то у нас там еще будет фриз про великая война волония я подумал что что-то происходит но нет это был просто фриз какой-то такой непонятный он скопер если говоря во виду вообще против всех дачи им как говорится жалко этого добряка франция развалилась тут немножко королевство нормандия британская это понимаю британия 5 независимая здесь что-то такое тоже пол независимая это германская оккупационная зона волония тоже вывалилась там видим тоже какие-то фокусы происходят точнее события наверно скорее так сказать и смотрите все доделали здесь все вот это мы еще не можем сделать потому что нас еще волнение происходит кстати говоря с ними бы покончить было бы приятно давайте нажимать потихоньку цел мирно без радости в каком порядке поэтому просто этим нажать на то что нажимается и у вас два варианта что-то поделать здесь либо просто подкопить палитку и давайте по приколу в атомной технологии выйдем почему бы нет нам еще резину вот это выкачать а потом в атомной технологии просто ради я бы сказал любопытство интереса у них все далековато но а вдруг я меняем приказы на прорыв чтобы они просто шли и красили все подряд на третьей агрессивности вот так вот принципе они да сейчас так и начали делать отлично ну я думаю они докрасит доктрида мы и докачали все морские каждый не все докачали на это плевать в целом и до технология мы тут уже очень много чего докачали так я не использовал исследование собственно говоря военных преступлений так сказать хотя здесь есть темпы исследования полезные в целом но пока как-то не было такой необходимости честно говоря вообще заставит еще капнуть и османов судя по всему потому что там уже высаживаются наши союзники и достаточно успешно че союзник у нас дофига и это приятно видеть у нас еще и улучшение экономического здоровья произошло экономическое здоровье это что-то здесь да почти нет это вот на бедность это наверно не уверен но и демон да потому что не грамотность это я но и вот это вот хотя они верят у нас так и было вообще не наверно все таки вот это ладно так или иначе всегда приятно конечно россия жесть как долго капитулирует здесь ну что поделать надо просто продолжать красить она не железо на мирной конференции долгий подсчет как будто она да это она победа в европе пропущена вы стали повелительной смерти отменено нельзя этот до победы господи это грустно блин 25 процентов скорости строительства и следовательские кампуса которая дает исследование то 4 процента исследования дало бы мне блин это неприятно ну ладно в любом случае это закончилось и давайте уже победой в европе и дележкой награбленного так сказать будем заниматься в следующей серии а это подошла ребят концу с вами был долгой подписывайтесь и вы вдруг еще не подписаны лайк и комментарий все как обычно и до скорых встреч пока